Ну вот, остатки угля еще с прошлого времени, когда, допустим, мы топили углем, в резервы, как бы, он всегда у нас есть. Про такие предметы быта, как топор и лопата, Ливон Тепулян теперь вспоминает редко. Чтобы согреть дом, он больше не использует ни дрова, ни уголь. Друзья посоветовали купить котел и прийти на дизельное топливо. Пользоваться котлом, конечно, проще, говорит хозяин дома, но приходится ездить на заправку, тратить время и деньги. Конечно, неудобно. Во-первых, в денежном отношении, я знаю, что в городе, допустим, мои родственники живут, они все газифицированные. Очень, говорит, удобно, включил, вообще проблем нет. Не думаешь уже, что солярку купить надо, что дрова купить надо. Газ есть и все. И дешевле в половину. В половину. Если здесь я 60 тысяч трачу, там, наверное, 20 тысяч или 30 тысяч. Ливон Тепулян живет в Веселом почти 60 лет. Все это время хозяин мог лишь мечтать о газе в своем доме. В 2013 году заработала краевая программа. В сочинские села пошли потоки голубого топлива. За минувшую пятилетку газ появился в селах Учдере, Культурный, Разбитый котел, Волковка, Альтмец, Верхнее Бу, Варваровка, Ордынка, Барановка, Головинка, Якорная щель и Беранда. Людям, естественно, конечно же, будет гораздо легче и удобнее, как только они уже подключатся, скажем, к центральной трубе, от которой они уже будут получать газ. Естественно, скажем, для нашего населенного пункта это будет очень большое удобство. Адлицкий район не единственный, на улицах которого скоро будет праздник. Гассифицируют 14 сел и поселков в Хостинском и Лазаревском районах. В Солониках, Багушевке, Пластонке работы начнутся в ближайшее время. В перспективе планируется увеличить протяженность сетей газоснабжения по городу на 170 километров. Ну а в Веселом через месяц закончит антаж оборудования и уже этой осенью в домах сельчан появится газ. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.